Библейский портал экзегет.ру представляет Израильским и Иудейским, если быть более точными. И вот уже состоялся раскол единого государства. И дальше вражда, попытки иногда, может быть, договориться, но не очень-то успешные между, по сути, двумя половинами единого народа. На 18-й год правления в Израиле, то есть на севере, Яровама, сын Инновата, в Иудее воцарился Авиям, сын Рахавама, Иудея, соответственно, Южное царство. Три года царствовал он в Иерусалиме, его мать звали Маахан, а была дочерью Авишалома. Он продолжал все грехи, которые прежде делал его отец, и не было сердца его предано Господу, его Богу, а сердце правца его Давида. Но ради Давида оставил Господь Бог его светильник в Иерусалиме, посадив на престол Давидов его потомка и утвердив Иерусалим, потому что Давид творил угодное Господу и во все дни свои не уклонялся от повелений его, кроме того, что касалось Уриихетта. Ну, это знаменитая история про то, как он женщину себе взял и послал ее мужа на смерть. «Между Рахавамом и Иеравамом была война во все дни их жизни. Прочие дела Авияма и все, что он совершил, записаны в летописном свитке царей иудейских. И между Авиямом и Иеравамом была война». Такой постоянный реферион, да, вот эта война между двумя половинами одного народа, между северными десятью коленами или племенами, и южным иудейским коленом. «Авиям приложился к правоцам и похоронили его в городе Давидово, вместо него царился его сын Аса». Дальше бесконечное перечисление этих имен, и почти всегда будет один и тот же вывод. «Творили грехи подобно своим отцам, но ради Давида, если же речь о южном царстве, Господь оставляет эту династию, ради того, кто когда-то был ему верен». На двадцатый год правления в Израиле Иеравама сына Невата в Иудее воцарил Сааса. Сорок один год правил он в Иерусалиме. Его бабку звали Мааха, она была дочерью Авишалома. Интересно, почему именно бабка, видимо, она его воспитала, или она была там самой главной его советчицей. У всех обычно про мать говорится. «Аса творил угодное Господу, как и правоцец его Давид, он очистил страну от культового блуда и уничтожил всех идолов, поставленных его предками». Вот исключения. Таких примеров не очень много у нас будет. «И даже бабку свою Маахон лишил звания царицы». Ага, значит, она была на самом деле при нем не мать его, не жена, а бабка. «Звание царицы за то, что она сделала мерзкий идольский столб. Эту мерзость Аса снес и сжег у потока кедрон. Только святилища на холмах не были разрушены, но совсем сердцем был с Господом во все дни». Это тоже частое упоминание святилища на холмах. То есть общенародное святилище он очистил от идолов, а вот там по деревням, по местностям разным, там остались эти маленькие языческие храмики, маленькие там какие-то молельни. Ну, просто еще центральная власть очень слаба, да, она не контролирует, по сути дела, вот эту жизнь в провинции. Но Аса всем сердцем был с Господом во все дни. Он перенес в храм Господний все, что посвятили его отец и он сам, серебро, золото и сосуды. Между Асой и Башой, царем израильским, постоянно была война. А Баша царь израильский напал на иудеи и стал строить крепость Раму, чтобы перекрыть всякий доступ к Асе, царю иудейскому. Тогда Аса взял все серебро и золото, которое оставалось в сокровищнице храма Господнего, и в сокровищнице дворца, и передала Хаса своим слугам, которых он послал к Бен-Хададу, сыну Тавримона, внуку Хезьона, арамейскому царю, который правил Дамаском, с такими словами. Союз да будет между нами, как был между нашими отцами. Вот серебро и золото, которое я посылаю тебе в дар. Разорви с большим царем израильским, и тогда он оставит меня в покое. Дипломатия. Понятно, что самый верный способ обеспечить себе покой от соседа-неприятеля, это поссорить его с другим его соседом, да? Вот арамейские царства, территория нынешней Сирии, они граничат с северо-востока, с северным израильским царством, да? И поэтому, если там на границе неспокойно, то израильтяне точно не будут продвигаться на юг в Иудею. Ну и заодно, смотрите, вот мы говорим о том, что Аса собрал все культовые предметы, которые были там, вроде бы отнес их в храм, но уже такая начинается жизнь, что нет возможности спокойно распоряжаться собственным имуществом, приходится отдать буквально все для того, чтобы подкупить соседей. Бен-Хадат послушал царя Асу и послал его начальников, которые были у него на израильские города. Он напал на Ион, да, на Бейт-Маху и на Кенрот и на всю область племени Нафталии. Когда Баша услышал об этом, то перестал строить крепость рамы, а оставался в терце. Тогда царь Аса объявил всем без исключения иудеям, чтобы они уносили камни и бревна со строительства, которое начал Баша. Из них царя Аса построил Геву Вениаминову и Мицпу. Ну, то есть строят укрепления друг против друга, крепости на границе. И вот мы видим уже, какая совсем другая ситуация. Не так давно у нас было Единое Царство, великие строительные проекты Соломона, начиная с храма. А тут уже они строят крепостцы такие маленькие на границе, чтобы воевать друг с другом. И, по сути дела, натравливают соседей друг на друга, чтобы как-то вот себя обезопасить. Уже совершенно другая жизнь. Прочие дела Аса и величие его, и величие даже было. И все, что он совершил, и города, которые он построил. Построил города? Ну, это не очень важно. Да, вот повествователи обращают внимание только на то, как Единое Царство распалось и тратит свои ресурсы, не очень-то богатые, на вот эту взаимную вражду. И города, которые он построил, описаны в летописном свитке царей иудейских. Только в старости ноги у него были больны. Аса приложился к праутцам и был похоронен с ними в городе праутца своего Давида. Вместо него воцарился его сын Ехошафат. Надав, сын Еравама, воцарился над Израилем на второй год царствования Асы в Иудее. Он царствовал два года. Он творил зло пред Господом, ступая по следам своего отца, который вводил Израиль в грех. Ну вот, мы видим, что параллельно излагается история царей Северного и Южного царства. И, в общем, главный критерий, по которому они оцениваются, это насколько они верны Господу. Против него составил заговор Башас и Нахи из рода из Сахара. Башас родил при Гиббетоне в Филистимском городе. Надав вместе со своими израильтянами, осаждал тогда Гиббетон. Башаеву и стал царем вместо него на третий год правления царя Асы в Иудее. И когда он стал царем, то перебил весь род Яровама, не осталось из потомков Яровама никого живого. По слову Господню, который предал Ахи, и сшило за грехи Яровама, которыми грешил он сам, и в который вводил израильтян, смущая их и вызывая гнев Господа Бога Израиля. Мы читали об этом пророчестве. Когда ставится в Байтеле святилище, то приходит человек Божий и об этом объявляет. Вот эта династия Яровама полностью пресекается. Власть переходит к другой династии. «Прочие дела Надавы и все, что он совершил, написаны в летописном свитке царей Израилевых. Между Осой и Башой царем израильским постоянно была война. На третий год царствования Осы в Иудее царился над Израилем Баша. 24 года царствовал он Терце. Он творил зло пред Господом и ступал по пути Яровама, вводя Израиль в те же грехи, что и он». Ах, надоели эти цари, которые все творят за небольшими исключениями, вроде того, которое мы читали в самом начале этой главы. Вот говорилось, что царь Оса творил угодную Господу, а остальные все нет. И есть все-таки какие-то попытки остановить это сползание в пропасть. Вот периодически появляются пророки, периодически происходят какие-то редкостные события. Ну, пока вот этот бесконечный перечень царей, которые, в общем, один хуже другого, на самом деле. И 16 глава продолжит это повествование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok